Ребятки, всем привет! Вы на канале Семена Чемоданов. Меня зовут Солом Пиан. Вот мой инстаграм. Подписывайтесь, если еще не подписывались. Мы семья, которая очень много путешествует. И совсем скоро мы родим третьего малыша. Учитывая, что мы много ездим, много перемещаемся, переезжаем, нам нужно с третьим малышом было сделать все настолько комфортно и удобно, чтобы не было никаких ограничений при переезде и в путешествиях. Так вот, вот в этом выпуске, я ссылочку оставлю в описании под этим видео, я рассказал и показал, что мы уже приобрели. Поэтому зайдите тоже посмотрите, интересно. А в этом выпуске я вам наконец-то покажу, какую кроватку мы приобрели. Но забегая вперед, скажу, что для нас это было вообще какое-то открытие. И покажу вам коляску, которую мы тоже купили. И она для нас тоже была открытием, но еще тогда, когда мы зимовали в Сочи, я увидел на набережной, как гуляют родители. И тогда сказал, что с третьим малышом у нас будет такая коляска. Вот мы ее купили. Тест-драйв и кроватки, и коляски будет, конечно же, чуть позже. Вы все это будете видеть в наших видеороликах. Поэтому подписывайтесь, лайк и колокольчик, чтобы не пропускать ничего. А сейчас я вам просто сделал распаковку, обзор и кроватки, и коляски. Я не буду затягивать. Погнали! Итак, друзья, что касается кроватки, мы долго выбирали, различную смотрели. Все-таки у нас есть два ребенка, уже был опыт в одной кроватке, в другой кроватке. Все не то. Мы ходили по Икее, мы смотрели на интернет-ресурсы, и тут случайно мы попались на ту кроватку, от которой мы просто вау. И, конечно же, начали везде искать, но ни в одном магазине не было этих кроваток. Представлены в шоуруме, чтобы мы действительно могли потрогать, пощупать и убедиться, что это наш вариант. И в Краснодаре в одном магазине мы нашли такую кроватку и поехали сразу ее смотреть. Нам все понравилось, подошло, но единственное, что смущала цена, она действительно стоит прилично 23 тысячи рублей. Хотя обычную кроватку можно было купить за пятак, но у нас получилось выбить классную скидку, смотрите. В общем, сейчас сижу, заказываю кроватку, которую мы вчера посмотрели. И вроде как пишут, что завтра уже привезут, поэтому чуть позже я вам покажу, что это за кроватка. Смотрите, значит, везде она стоит 23 тысячи рублей, вот как здесь, видите, почти 23 без одного рубля. Но в детском мире она стоит 17 531 со скидкой, плюс, смотрите, вот акция минус 3 520, скидка по промокоду улицы еще почти 2000 и еще бонусы были. Итого нам выйдет 17 413 рублей и еще почти 350 бонусов нам упадет на карту. Единственный магазин, где мы выхватили такую обалденную скидку, получается, почти 6000 рублей. Класс, завершить оформление. Значит, она приходит в такой вот упаковке, в пакете, да, соответственно, в коробке. Все вот так вот, упс, аккуратно заверкано. Так, это у нас сама люлька. Давайте дальше смотреть. И вот такого приятного мятного цвета у нас будет сама люлька. Идут колесики, вот сюда прикручиваются. Так, смотрите, здесь самое интересное, что колесики, они не прикручиваются, они, походу, просто вот так вот вставляются сюда. И они со стопором. То есть, чикс на стоп можно ставить. Вот, и все, оно не крутится. Чик, и можно крутить. И так каждое колесо. И послушайте, насколько тихо катаются колесики. Великолепно. Так, ну что, смотрите, такой теперь у нас правильный каркас получился. Во все пазы все зашло, все немножко, конечно, помучился. Вот теперь на эту сторону, на каркасик одевается вот такой красивенький чехолчик. Чехол съемный, вот так вот на молнии все застегивается. Очень легко. Через низ, через все отверстия, значит, просовываем ремешки. И получается вот такая вот картина, пятиточечный ремень. Вот так это выглядит. Значит, застегнули молнию с одной стороны, застегнули молнию с другой стороны. А теперь вот эту всю люльку, чехольчик, пристегиваем к дну. Вот на такие вот заплепочки. Здесь я уже пристегну. Ну что, посмотрите, у нас вот такая красота получилась. Вставляется ручка. Здесь есть громкость, есть подсветка, есть, значит, песенки различные. Батарейки, значит, мы пока не ставили. Потом это все проверим. Вешаются вот такие вот красивые игрушки с какой-то штукой внутри. Есть прорезыватели для зубиков. Вот, и есть вот такая вот погремуха. Вот эта вот штука делается в трех положениях. Раз, второе положение и третье положение. Смотрите, вот ручечка делается вот так вот. Хоп! Шлепс, пошла трансформация. Первое положение. Это шезлонг. Вот ребенок в таком полурежевом состоянии. Так, дальше. Ручку, значит, делаем прямо и выводим в третье положение. Также чикс. Вот красота, посмотрите. И вот у нас получился стульчик. Ну, разве не прекрасно? Ну, и плюс ко всему, что есть регулировка по высоте. Вот, нажимаем вот на вот эту кнопку ногой. И очень легко, плавными движениями стульчик получается вот такой. Посмотрите. И очень удобно. Ребенок уснул. Вот так его хлопс. Либо в шезлонг, либо полностью вот так вот. Здорово. Красота. И можно спокойно, также очень легко, легкими движениями покатать по дому. Перевозить за собой. Перевозить, да. За собой. Не покоешу. Просто поехали кушать. Так, немножко уснул. Класс. Ну, и, конечно, вот для ног, кстати, тоже. Либо оно вот так вот-вот выпрямляется. А следующая, ребята, наша покупка, которую я хочу с вами поделиться. Это тоже очень близко к travel тематике. И очень будет удобно. Сто процентов еще не проверяли. Но, думаю, вы это в выпусках увидите. Это вот такая вот коляска. Типа три в одном. Давайте распакуем ее. А теперь, что касается коляски. Мы, в общем, поняли, что нам нужна именно эта коляска. Она называется в оригинале Дуна. Вот она, сама коляска. Вот так вот поставляется. Хопа. Давайте достанем. Итак, смотрите, это, собственно, коляска. Укачайка такая. И, собственно, автокресло. Ну, а теперь давайте подробнее. Значит, развяжем этот пакет. И первое, давайте, на что возьмемся, это за комплектацию. Есть непосредственно вот такая книжечка. Инструкция по применению. Вот так выглядит. Вот коляска. Вот автокресло. В комплекте идет вот такая вот сумка, которая цепляется как раз на это кресло. Чуть позже покажу, куда она пристегивается. Открываем портфельчик и смотрим комплектацию. Первое. Это у нас москитная сетка, что, в принципе, всегда нужно. Особенно в путешествиях помогает. Далее. У нас есть вот такой чехол на сидушку. Сделится, чтобы колесики не пачкали. Но у нее, в принципе, колесики вообще до сидушки не достают. Но пусть будет на всякий случай. Далее. Дождевик. Что тоже, конечно, всегда нужно, если живете, например, в том же Сочи. Будет очень-очень актуально. И есть вот такой вот чехол на ножке малыша, который тоже так же по цвету серенький. Здорово. И непосредственно вот сам портфельчик, куда вы можете накладывать какие-нибудь там водички и так далее и тому подобное. Он уже широкий. У него есть вот такое вот достаточно твердое дно. Итак, смотрите. Вот у нас автокресло. Вытащили из машины. Вот здесь вот нажали на кнопочку. И у нас вытаскиваются колеса. Хоп. Красота. Вот она ручка. Раз положение. Когда ставим в машину, делаем вот такое положение. Просто здорово. Также вот эта ручка имеет еще два положения. Хоп. Красота. Управляемость. Бомбическая. Здесь, значит, смотрите. Есть стоп. Нажали. Все. Коляска не едет. А с этой стороны. Нажали. И коляска поехала. Колесики. Передние вращаются. Здесь такая типа подставочка. Ручка, что я вам говорил. Вот так вот хлопс. И уехала вниз. Ремень. Пятиточечный. Здесь очень мягкие подушечки. Козыречек накрывается. Делается во многих положениях. Погуляли. К машине подходим. Нажимаем опять кнопку. Хоп. И все. Если ребенок где-то проснулся, можно подкачать. Вот тут крепление. С одной стороны, с второй. Как раз сюда в них цепляется рюкзак. Раз. И два крепления. И вот так вот это выглядит. И когда коляска складывается в автокресло, этот портфельчик, соответственно, тоже не мешает. Ну что, ребятки. Вот такие вот покупочки у нас с вами получились. Лично я очень доволен. Настенька очень довольна. И надеюсь нашему малышу, конечно, понравится. Я надеюсь, что это будет действительно покупка классная, функциональная. И нам будет помогать в наших передвижениях. Ну а как будет на самом деле, как я сказал уже в начале видеоролика, будем показывать. Поэтому не забудьте подписаться, нажать на колокольчик, включить все уведомления. И не пропускать, конечно, никакие выпуски, никакие события, которые происходят на нашем канале. Ну а я с вами прощаюсь. Увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok